Глава 4. Рыцарь Июнь салютовал войску графа Шароле небывалой жарой. Дозор превращался в пытку, потому что к доспехам было не прикоснуться. На шлемах казалось в моготу жарить перепелов или иную мелкую птаху. Многоопытные ветераны ухмылялись в усы, говоря обязательно, молодо, зелено, а также вспоминали горячие дела в Италии или в Испании, а то и в Африке, где довелось побывать бастарду Антуану. Жарище там, не читай здешний. Тут что, ерунда, слегка печет, а вот там, ого, а уж для турка или мавра солнце верный союзник, доброму же христианскому рыцарю лютый враг. И ничего, воевали, не то что нынешнее племя и так далее. Обычный стариковский репертуар. Ветераны боролись собственными шлемами, оборачивая их белым шелком, чтобы не так грелись. Молодежь поступала проще, вовсе не отягчала голову ненужным железом. Заступают в дозор, все красуются в открытых саладах или стальных шляпах, которые были бы приличным лучником, но никак не тяжелой кавалерии. Через полчаса весь этот реквизит болтается притороченный к седлу, или вовсе сброшен на пажевское попечение. На голове берет, перья, позолоченные бейджи, красота и легкость. Керасами себя утруждали лишь единицы, потому как тяжело, жарко и неизящно. Последний факт вызывал потоки брюзжания и заслуженных упреков в излишней изнеженности с ветеранской стороны. Непорядок? То ли дело было во времена Жанны Девственницы. Но старичье, оказывается, зря корехтело и жаловалось. Как только граф Шарале выступил в поход, города на реке Сомми пали к ножкам, сдались на милость, словом, открыли ворота. Диом де Конте, с самого начала настроенный скептически, шепнул другу Жерару, чтобы тот не очень задирал нос, потому что бюргерам решительно плевать, кто стрижет с них лихву. Что король, что герцог, все едино, лишь бы та лихва до живого мяса не добиралась. Пока герцог добрый, будут подчиняться герцогу, так как воевать им решительно не с руки. Если этим горожанам прищемить хвост, будет беда. Не смотри, что такие смирные. Это они пока с ключом на подушечке. Надо будет. Поприветствую талибардами, сказал он напоследок. Армия отваливала от Абвеля, последнего спорного города. Оставили гарнизон, сотню арбалетчиков для представительства, и пошли на Париж. Париж. Две недели, три города, и дорога в столицу открыта. А уж брюзжали деды, сыпя песок из суставов на окружающий пейзаж. Пока же сплошные победы, роскошный лагерь и ни одного пушечного ядра в их сторону. Ни одной стрелы, ни единой доброй схватки. Что, кстати, немного беспокоило Филиппа. Как еще отличиться перед наследником, если не в бою? Боями пока даже не пахло. Замок Нель, который, правда, пришлось брать штурмом, Делален в расчет не принимал, так как взяли его быстро. Графский арьергард поспел, когда над стенами ужереяли знамена с косыми крестами Бургундии. Филипп помнил, как армия покидала Камбре. Самый день отъезда. Собственно, графская квартира располагалась в замке Шато-де-Леньи, в лиге от городских стен. Замок уверенно оседлал Парижскую дорогу, грозя врагу мощными башнями. А вокруг раскинулся бескрайний лагерь графского войска. Так что последнюю неделю Карл провел именно там. Ну и Филипп обретался неподалеку, в комнате за стеной. Шамбелан все-таки. Утро началось со слепительного солнечного луча прямо в глаз. Делален выругался, проклиная восточное расположение графских покоев. Побудки еще не играли, но раз проснулся, пришлось кликать пажа, чтобы подавал умываться. Выбравшись в замковый двор, всячески потянувшись, он увидел дядьку Уго, который упражнялся с большим мечом. Вокруг бегали куры, обалдевшие от такого буйства. Уконы везли и халили лошадей, а возле дядьки попирал солому человек в простом суконном дублете в компании еще одного, одетого куда богаче. «Мессир де ля марш, доброе утро!» – поприветствовал Филипп, опознав спину в сидем сукне. «И вам доброго утра!» Второй был незнаком, то есть лицо он помнил, но имя к нему никак не удавалось пристегнуть. Полузнакомец был молод и совсем недавно прибился к графскому двору. «А это ваш тезка, сеньор Ренескюр, новый коммергер, пришел на помощь в де ля марш в виде затруднения де ла лена». Солнце еще не осилило замковых стен, во дворе было прохладно, и разговор сложился вполне легкий. «Сир де ламье, истинный ахиллес», – похвалил новой знакомой в упражнении Филиппова дядьки. «Истинный истинный, если б тот дожил до таких лет», – усмехнулся де ла лен. Ответом был топот, шуршание соломы, покрывавший землю во дворе, и воинственный свист меча. «Ну что же вы так, Филипп?» «Усердие, достойное всяческого подражания». Это оливье огорчился из-за неуместной колкости. «Я счастлив, что этот меч будет на нашей стороне». «Кстати, уго, никакой не сир, потому что не рыцарь», – сообщил де ла лен, и тут же устудился собственной гордыне, ведь он по сей день переживал волнительные минуты обряда посвящения, хотя казалось бы. «Невелика важность. Сталь простого рутюрье разит так же верно, как и сталь рыцаря, мне ли не знать», – отмахнулся ла марш, который сам не мог похвастать блистательной фамилией и добился нынешнего высокого положения безо всяких протекций. «Да уж, ручка у него тяжеленькая». Филипп невольно почесался, вспомнив частые трепки, что задавал ему дядька при помощи меча, секиры или обычной палки. «Я верно понимаю, что этот господин ваш учитель?» – спросил юный камергер, который был совсем юный, ему вряд ли исполнилось восемнадцать. «Точно так. Жаль, что я не попал вовремя в такие опытные руки». «Так зачем же дело? Ловите удачу за хвост, пока есть возможность». Филипп сложил руки рупором. «Эй, уго! Молодой человек желает взять урок, не составишь ли ему компанию?» Деламье остановился, утер лысину рукавом и сообщил, что он не эй, а лоботрясую лентяю неплохо бы самому взяться за меч. Филипп со смехом сослался на ломоту в спине из-за слишком мягкой перины, а сеньор Ренескюр попробовал вежливо уступить место старшему Оливье. «Биться без доспехов – это глупо», – сообщил тот. «Новомодная германская блажь, опасно и бессмысленно. Со всем уважением к вашему искусству, господин Деламье, ничего личного». Он отвесил манерный поклон в сторону уго. Тут молча потер челюсть, рассеченную змеистым шрамом, вложил меч в ножны и прислонил его к стене, а затем поднял с земли пару шестов, которые, как и меч, доставали ему до подмышки. Следующие минуты были заполнены деревянным треском и топотом башмаков. Юному Ренескюру не удалось выдержать ни одной схватки дольше трех ударов. Палка уго неизменно настигала его шею, руки, а то и голову. Молодой человек совершал множество ненужных движений, много суетился, а итог бывал один. Шесты сплетались в соединении и Деламье одним взбахом отбивал чужое оружие, одновременно нанося удар или укол. Сразу видно ветерана, Оливье аж причмокнул. Красота, вжик, и ты уже на небесах. Но против хороших лат удар без замаха бесполезен. Это как посмотреть, не согласился Филипп. Хорошие латы рубить и с замахом бесполезно, а для укола, скажем, подмышку, никакого замаха и не нужно. Ну ты посмотри. Вновь восхитился Ламарш очередному туше. Всего одно движение, отбив, а в конце дуги острием по горлу. Не знаю. Германцы, конечно, красиво придумали. Но какая право не лепится сражаться без доспехов. Кому такое в голову придет? Этому искусству больше полутора веков, поведал Филипп. Сеньор Тальхофер даже трактат написал. Готский кодекс. А еще есть книга великого Лихтенаура. Но ей уже лет сто, эта рукопись нигде не найти. Так вот, для боя в доспехах там свои тонкости. Уж какие там тонкости, бей да руби. Ваш покойный брат был великий мастер на такие дела. Не успеешь опомниться, как сшибет наземь или выдернет оружие из рук, и тогда держись. А уж какая сила была. Помню, как на турнире фонтан слез, он одним ударом секиры в шлем сбил противника с ног. Как жаль, что его нет с нами. В это время стали звонить к заутренне. Во двор потянулись люди. Просыпался и лагерь за воротами. Филипп с удовольствием припомнил весь ход беседы, признал себя вполне куртуазным и довольный раскланялся с церемонии мейстером и битым камергером. Последней, кстати, оказался не только сеньора Деринэскюр, но еще и Филипп, то есть тезка. Тезка в палочном учении совершенно уцелел, хотя щеки горели, а в глазах пылала жажда познания. Настало время выступать. Ну и что же, выступили. К полудню мимо наследника в окружении двора потянулась армия. От Порте-де-Пари из Камбре маршировали отряды Сен-Поля, а из-за поворота на замок основные силы. Войско было по-настоящему, по-бургундски красивым. Конница сияла шлемами, драгоценный бархат на бригандинах, парча налатников, знамена и совсем мало керас. Зато сбруя боевых коней поражало воображение. Некоторые седла стоили, пожалуй, как неплохой дом, где-нибудь возле Льежа. И совсем мало лошадей в броне, дай бог, стальной наглавник и форбух, защищавший грудь. Карл в окружении охраны и ближайших вельмож красовался под большим знаменем с Андреевским крестом в пламенеющих кресалах. Прямо над ним сияло солнце, словно само небо слютовало по ходу. По правую руку возвышался бастард Антуан, настоящая железная башня в керасе и массивном миланском арме. Латы напустили солнечных зайцев в глаза будущего венценосца, и тот против воли поморщился, закрывая лицо ладонью. Антуан истолковал эту мимику по-своему. «Сброд!» – донеслось из-под откинутого забрала. «Толпа бездельников!» Он скривил губы и утер пот рукой, для чего освободил ее от таков рукавицы. Рука была, что надо, изрубленная, мозолистая, с буграми суставов, вовсе не похожая на ту изящную лапку, что приделал к его портрету божественный Рагир Вандер Вейден. «Ленивые говнюки! Прощение, конечно, просим!» Со всей солдатской прямотой тозвался Гийом де Конте, что занял место Ашоюю Карла. «Вот Гийом, с самого начала от тебя доброго слова не слышал», – ответил граф. «А между тем эти ленивые говнюки только что вернули все города, которые проворонил мой любимый батюшка. Заметь, почти без единого выстрела». «А в том-то все и дело», – Конте выругался. «В том-то все и дело, что почти без выстрела». «Не думай, Шарль, что все так чудесно продолжится». «Да-да, король ведет своих ребят к Парижу, а среди них есть отменные рубаки», – поддакнул Антуан. «Готов спорить, здесь только двадцать на сотню умеют держать копье. Королевские жандармы с легкостью разгонят всю эту сладкую компашку, не дай бог, конечно». «Ерунда», – воинственно сказал Сен-Поль, оглаживая разыгравшегося коня. «Они верны и отважны, это главное. Здесь каждый готов умереть за общее дело. Такая армия непобедима, это я вам говорю». «Умереть – это просто величайшее достижение военного искусства». Деконте с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. «Это просто черт знает, какое достижение. Лучше бы они потратили кусочек верности на закупку кирасы поножей. Куда полезнее этих тряпок. Дойдет дело до осады, они же своими табарами жопы подтирать станут, помяните мое слово». Сен-Поль, главнокомандующий армии Лиги общественного блага, единственный из всех надел для парада лишь шлем, замаскировав отсутствие доспехов парчевым наладником. Глаза ветерана многих боев Конте говорили всем желающим, что он думает о таком командире. За конницей шла пехота, много пехоты, на которую, если честно, была главная надежда. Роты вольных аршеров, фламандские пикинеры, а также пять сотен английских лучников, которых прислал сам Эдуард IV. Эти выглядели настоящими головорезами. Высокие, крепкие, как на подбор, увешанные оружием от пяток до глаз, не считая грозных своих луков, что покоились на плечах со спущенными тетивами. За пехотой ехали пушки, 35 штук. Лучший артиллерийский поезд во всей Европе. От замка, путаясь с долгополом у Пилянди, прибежал Каштелян, сопровождаемый дочкой. Ну, кажется, это была дочка. Может быть, любовница. Вполне годная такая девка в бархате с румяной физиономией, съехавшим на ухо колпаком, в руках поднос на подносе два кубка. «Ваша светлость!» – польстил Каштелян графу, который, как его ни поверни, был всего лишь сиятельством. Каштелян был одышливый и толстый, смотреть на него было неприятно. Поэтому наследник и все собравшиеся стали смотреть на предполагаемую дочку. «Ваша светлость!» – позвольте. Он подтолкнул спутницу, совершенно раскрасневшуюся от внимания. Ухватил кубок, намекая, что второй для светлости. «За вашу победу над Валуа! Сломите тирана во славу Бургундии и вашей будущей королевской короны! Такие усилия стоят битвы!» «Ха!» – граф подхватил кубок, разглядывая его на солнце, для чего поднял в самый зенит. «Отлично сказано, любезный! Валуа стоит короны!» Золотистый огонь перекочевал в сиятельную глотку, а сиятельная длань хватила кубок о камень. Звон стекла, ехавшего из далёкой богемии, чтобы разлететься брызгами о бургундский камень, послужил сигналом, и армия двинулась на Париж. Под столицей, наконец, началась настоящая война. Это, конечно, для Жерара и прочей молодёжи, ничего не нюхавшей ни пороху, ни двойного доспеха, ни караула с четырёх до пяти, когда глаза слепаются, а доспех, кажется, весит тяжелее кентала. Гарнизон заперся накрепко. В ответ на предложение графа сдаться королевский маршал Жоакен Руо ответил на что-то очень куртуазное, вроде «приди и возьми». Шарль приказал Десенполю, чтобы тот повелел армии прийти и взять, пока хоть что-то дают. И началось. «Сир! На том берегу ручья две сотни арбалетчиков стоят на переправе. Сукины дети, мать их так! Чёрт задери!» прокричал Филипп, подскакивая к Сенполю, который не пожелал возглавлять лично ничего, кроме авангарда. Дел-Ален вызвался в передовой корпус, а потом вызвался в дальний дозор, несмотря на безостановочное брюзжание Уго. Горизонт грызли зубцами парижские стены, впереди лежали предместья, а вокруг растекалась мятежная войска. План был прост и надёжен, как удар фаршиона в промежность. Авангард переправляется через ручей в центре, связывает боем силы гарнизона, фланги охватывают врага, а прокидывают его и на плечах врываются в город. Сразу после заутренней граф бросил войска в огонь. Солнце начало карабкаться с востока на запад, выбивая из пейзажа длинные жидкие тени на траву, а также пот из людей и коней. За спинами авангарда поднимался дым и воняло палёной соломой. Это лучники сгоряча запалили пару скирт. За ручьём суетились людишки, спешившие убраться из-под удара. Лишь одна сплочённая группа двигалась в обратном направлении от тесных улиц недалёкой деревни к переправе. До них было далековато, но шеренга огромных павес с лилиями на лазури, выстравшаяся вдоль берега, не позволяла сомневаться. Это арбалетчики. «Ты куда собрался?» – крикнул в Делоленову спину Уго. – Вот сейчас вдарят из-за щитов. Да, уж ближе подъезжать не стоит. Подтвердил один из люксембургских жандармов, поворачивая коня. «Мы же в дозоре, а тут и так всё ясно». Филипп послушался и повёл маленький отряд в расположение, что находилось за холмом, где была хоть какая-то тень. Там он доложился об арбалетчиках, на что Сан-Поль, багровый от жары и лишнего сала, сказал, что обожает арбалетчиков. «Стоят плотно, стреляют недалеко. А ну-ка, поджарьте мне их!» Заключил он и отправил вперёд четыре кулеврины под охраной роты лучников. Кулеврины были страсть какие модные, с подъёмным стволом на дугах и с сменными каморами. На взгляд Филиппа они здорово смахивали на кузнечиков, а в их полезность он не верил вообще. И зря не верил. Пушки развернулись в трёхстах туазах от вражеской шеренги. Очень предусмотрительно, между прочим. Арбалетные болты туда долетали плохо и совсем неприцельно. Извозные битюги ушли назад, а возле стальных с деревом кузнечиков завозилась прислуга. «Давай, молдавай!» «Картуз ядро пыш!» «Прибивай и не стесняйся!» Из ручья полетели редкие болты. И тут в ответ громыхнуло. «Карабумс!» Двойное облачко белого дыма, одно маленькое из затравки, а второе солидное из жерла. Одинокий чёрный мячик перемахнул через голову арбалетчика, выбив фонтан штукатурки из угла дома, в добрые сотни шагов позади. «Так я и думал! Бесполезное дерьмо!» Решил было Филипп, успевший за дни похода прочно вспомнить некуртуазную солдатскую лингву. Подтверждение из-за павес донеслись издевательские крики, а один шутник, чтобы не возникло сомнений в содержании, три статуазов всё-таки, выбежал на берег и показал бургонцам голый зад. «Карабумс!» рявкнула вторая пушка, подпрыгнув и откатившись. Ручей расцвёл водяным столбом, брызги засияли на солнце, а весёлого француза как ветром сдуло. Прекратил гадёныш демонстрировать голубые внутренности, подхватил штаны и метнулся к своим. «Ду-дум!» Третья кулеврина. «Перелёт!» Теперь ругаться стал уже начальник над этим артиллерийским свинарником. «Мать же вашу, а! Наражала мама родина говнюков на мою бургунскую голову! Банник в задницу без масла, свинская богоматерь!» Пушкари вняли, завозились, переставляя шкворни на подъёмных дугах. Новые каморы влезли в пазы, как папа в маму. Пальники пали к затравкам. «Кара-кара-кара-бумс!» И четыре ядра разодрали горячий воздух. «Рым-ммм!» Одно почти причесало солдатские каски, второе вонзилось в вылистый берег и там кануло, а два других, о-о-о-о! Два других пришлись куда надо. В стороны брызнула щепа, королевские лилии и лазурь со щитов, а за ними кровавые борозды, повизьеры два арбалетчиков, дымное мясо, только сопли полетели. Но королевские ребята оказались крепкие, не побежали и даже стрелять не начали, потому как бесполезно, а стрелы надо поберечь для тех, кто выстраивался позади пушек и вот-вот рванёт на переправу. Сен-Поль в самом деле отдал приказ и жандармы с лучниками на флангах потянулись из-за холма в поле. Триста молодцев, а ещё триста в качестве сюрприза продолжало прятаться. Кулеврины дали ещё залп и ещё, и ещё. Командирские богохульства и добрая пристрелка дали результат. Ядра раз за разом ложились в шеренгу, над полем плавал белый дым, а вонь горящей травы заметно разбавила вонью тухлых яиц от пороха. Когда пушечный рокот прерывался, из ручья слышался вой «Ой, мама, мама, ой!» Перед поредевшим отрядом катался человек с рукой, оторванной по плечо. Шлем слетел, а кольчужный капюшон сбился на лицо, открывая лишь разъявленный рот, который их давал это самое «Ой!» «Хоть бы добили, а!» Сказал жандарм, поставивший коня стремя в стремя с сен-Польевым скакуном. «Не пора ли атаковать?» Люксембуржец, яростно начёсывавший бороду под шлемом, ответил в том духе, что хренушки, арбалетчиков там ещё с полтораста, на переправе они нас причешут и пусть их торопиться и не надо и так далее. «Пока не бегут, но побегут», закончил он. И правда, кулеврины дали ещё пяток хороших залпов, карабумс. Строй стрелков дрогнул, сломался, кое-кто на флангах начал осторожно отступать, а когда очередное ядро уложило сразу троих, разбрызгав их мозги на товарищей, побежали все и в полную силу, не оглядываясь. Среди панической волны бессильно метался капитан в нагруднике и барбюте, лупя плоскостью меча убегавших. «Стой, куда, сукины свиньи, чёртовы лошаки, что в вас, бледей, разорвало, мать!» «Да куда там?» Очень уж парни впечатлились, и трудно их осуждать. Соискатель конетабльского жезла наш дорогой Луидесон Поль перестал чухать бороду, втянул воздух и изрёк с историческим выражением лица. «Обожаю запах горелого пороха! Так пахнет победа! Вперёд!» И взмахнул шестопёром, мол, все, кто меня любит, за мной. Впрочем, сам никуда не поехал, так что за мной получилось не вполне по-рыторски, вроде как передо мной. Знаменосец качнул знаменем с люксембургским львом, злобной красной зверюгой, с двумя хвостами и здоровенным членом, вышитым с большой любовью. И конница повалила к переправе. «Шагом! Шагом!» надрывались кондукторы, сдерживая атакующий порыв жандармов. На флангах маршировали лучники, а из-за холма выкатывалась вторая колонна. Возле ручья какому-то молодому дворянину надоело, а может быть просто не справился с конём, поскакал, полетел сокол, вздымая тучи брызг. Недавно стройная шренга сломалась, и жандармы тяжким галопом и совсем уже не стройной толпой выскочили на ту сторону, втягиваясь между домов предместия. Там их уже ждали. Из окон ударили арбалеты, а улица вдруг заполнила волна гомонящих пикинеров. «Что они делают, сволочи?» рычал Сенполь. «У, разверните их назад, кто-нибудь!» Делален был тем самым рыцарем, что поломал строй, а заодно план атаки. Он бы сам не смог объяснить, что случилось. Просто так вышло. Шпоры вонзились в конские бока, копье привычно упало на фокор, а сзади с жуткими германскими ругательствами догонял верный уго, а по бокам его жандармы. Вперед, вперед! Первый порыв спас ему жизнь. Арбалетчики пропустили малочисленный, а потому неинтересный отряд, а уж по следующей густой волне стегнули в упор как надо, да еще сверху из окон, прямо в спины. Королевские пикинеры не успели собнутся перед Филиппом. Оно понятно. Гарнизонные вояки и добрая половина только что получила оружие из арсенала. Многие удивлялись, что за длинные штуковины. Деревяшка и деревяшка. Словом, те еще богатыри, на счастье молодого рыцаря. Он врубился в толпу, которая не успела превратиться в строй. Копье глухо чавкнуло, вонзившись в чей-то живот, прикрытый стеганым жаком. Страшный удар едва не вывернул его из седла, но древко сломалось и он смог усидеть, а Филипп уже тянул большой меч из ножа у седла. Его попытались схватить, но обученный конь вмазал передними копытами, встав на дыбы, а потом отбил и задними. Делален выхватил оружие и принялся полосовать с двух рук окрест, целясь в прыгающую картинку, в которую вдруг превратился мир прорезь салада. На задворках мысли вспыхнула радость по поводу новенькой миланской бригандины, такой легкой и гибкой, что совсем не мешает вертеться в седле. Вспыхнуло и погасло. Серая, льняная какая-то масса горожан делалась все плотнее. Он едва успевал отмахивать клинком сыплющиеся удары, и вот кто-то шустро из хорошего замаха ткнул пикой в лицо. Наконечник безвредно скрижетнул по забралу, но толчок был силен. Филиппа отбросило на заднюю луку. И вот его уже схватили за налокотник, а чей-то фальшион взлетает и падает по набедреннику, по животу и опять по животу. Не больно и почти безопасно. Пока. Ведь не размахнуться, не ударить в это гнусное небритое лицо под круглой каской. На губах кровь и соль рвется с губ не то рев, не то вой, потому что краем глаза видно, что не толпа уже перед ним, а шеренга. И все ближе ее шпик и никуда не деться с улицы. Но вдруг и лицо и фальшион, и каска круглая отлетели в сторону сбитой чудовищной силой атакующего коня. Лязгнул латный форбух и раздался хриплый бас де ламье. Ворочай им отсюда! Быстро в проулок! Не полагаясь на Филиппову сообразительность, он охватил повод его коня и рванул того направо на боковое ответвление улицы, пока еще не занятые людьми в стеганых жаках. На берег выбрались быстро и без приключений. Туда же откатились уцелевшие жандармы с улицы, которых оказалось на удивление много. После мясорубки между домов де лален был уверен, что обратно доедут лишь единицы, но нет. Кондукторы метались между бойцами, ровняли шеренги и висела над схваткой команда «Спешиться!» Ну что же, разумно. Спешились, пока лучники стреляли вдоль улиц, а через ручей переваливала вторая колонна. Когда, наконец, собрались атаковать вторично, оказалось некого атаковать. Хитрый маршал Руо увидел, что его войско вот-вот охватят с флангов и отдал приказ драпать в панике за стены. Эта любимая команда любого ополчения выполняют с невероятной скоростью, обгоняя блеск собственных пяток. Короче говоря, графские парни прошли через предместие и уперлись лбами в крепкие парижские ворота. Лбы тоже крепкие, но заметно уступают в этом качестве воротам. Пришлось поворачивать под издевательский хохот со стен, что обидно. Со стен вдобавок взяли моду бабахать из пушек, что обидно вдвойне. Когда же пришла весть, что вся королевская армия не далее, как в двух дневных переходах от столицы, Карл уж на что был смелый, а и тот решил, что ну его. Бургундия отходила к деревне Мон-Лери, что на юг от Парижа. То есть вроде бы отступление, а вроде и навстречу королевскому войску, то есть сохранили лицо и уважение. А это важно.